Мы живем с вами в мире огромного потока информации. Сумасшедшая скорость развития технологий заставляет нас отвлекаться, уводит наше внимание от того, что действительно для нас важно. Постепенно мы превращаемся в информационных зомби, впитывающих все, что дают нам социальные сети, сайты, телевидение, ютуб-каналы, радио, печатные издания. И лишь сон на время исключает нас из этого потока. Известный профессор социологии Франк Фурреди назвал время, в котором мы живем, эпохой отвлекающихся людей. И это действительно так. Наш мозг перегружен постоянно меняющимися данными, которые мы просто не можем не воспринимать. В этом информационном шуме, окружающем нас, мы перестаем слышать себя и больше не влияем на свой выбор. И это касается всех аспектов нашей жизни. Типичная ситуация. Живешь, и вроде бы у тебя все нормально. Есть жена и любящие дети. Есть работа, которая позволяет тебе обеспечить свои потребности. Даже можешь урвать время для себя и личных интересов. Но все же, что-то не дает тебе покоя. По мере того, как ты концентрируешься на всех внешних признаках благополучия собственной жизни, беспокойство внутри тебя продолжает нарастать. Бывает и так, что неспособность определить природу этого беспокойства приводит к головным болям, пристрастиям к курению, алкоголю, наркотикам, всему тому, что позволяет заглушить на время непонятное тебе чувство. Чувство тревоги. Именно оно вытесняет в тебе другое чувство, которое ты стремишься все время ощутить. Чувство счастья. Что же и когда пошло не так? Вполне вероятно, дело в том, что вы никогда особо не прислушивались к себе и плохо представляете себя истинного. Часто мы воплощаем в жизнь чужие представления об успехе и счастье. Даже не осознаем этого. Приобрели в кредит дорогой автомобиль, хотя ваши потребности вполне удовлетворит и бюджетная машина. Работайте на престижной должности, которая, впрочем, не приносит вам, ну, никакого удовлетворения. Старайтесь заработать на элитный детский сад, порой отказывая себе во времени, проведенном с ребенком. Все это достигается ценой неимоверной напряженности, потраченного времени и внимания. Но нет чувства удовлетворения. Нужны значительные усилия для того, чтобы научиться разделять цели. Но будьте уверены, эти усилия окупятся. Потому что, когда вы прислушиваетесь к себе, то принимаете правильные лично для вас решения и строите ту жизнь, которую хочется именно вам. А это обязательно приводит к снижению уровня стресса, поднимает самооценку и приносит удовлетворение. Но возникает вопрос, как это сделать? Как суметь абстрагироваться от окружающего тебя информационного потока? Как определить, является ли то, чему ты посвящаешь самого себя, находясь в гуще событий и вплотную работая над проектами, твоими истинными желаниями и мечтами? Для этого достаточно лишь постараться суметь посмотреть на себя, свою жизнь, свои проекты, свою занятость с высоты. Сразу скажем, смотреть на жизнь с высоты совсем не то же, что смотреть на нее с высока. Попробуйте зафиксировать все ваши проекты, задачи, потребности, в виде списка и взгляните на него со стороны. Увиденное вдохновит вас, ведь вы сможете увидеть свою жизнь под новым углом зрения. Это поможет определить важные направления жизни, которые сильно влияют на наше счастье и успех. Дэвид Аллен, автор книги «Как привести свои дела в порядок», пишет, что этот способ позволяет испытать эмоциональный подъем, поскольку вы можете эффективно планировать на неделю вперед, точно зная, что не упустите ничего важного. Представьте себе, что вы садитесь в аэроплан. Взлетая в небо, вы видите, как уменьшаются в размерах дома, машины, люди. Смотря на свой список жизненных задач и дел с высоты, вы также сможете разглядеть ваши проекты, потребности и цели в миниатюре. Можно увидеть, сколько задач у меня в работе и сколько свободного пространства имеется между ними. Можно начинать думать о том, насколько хорошо те или иные обязательства вписываются в данный, скажем, район, с учетом уже имеющихся в нем зданий и автомобилей. Время от времени подниматься над повседневной жизнью и смотреть на нее с определенной дистанции критически важно. Это позволяет вовремя скорректировать направление или внести другие изменения. Как же использовать это открытие? Ответ на вопрос даст простая идея о горячих точках. Наша задача сконцентрировать свое внимание на целях, которые позволяют стать более продуктивными. Мы уже научились смотреть на текучку со стороны, а теперь нужно выделить самое важное. Крис Бейл в своей книге «Мой продуктивный год» предположил, что есть семь направлений, которые сильнее всего влияют на нашу жизнь. Он назвал их «Семь горячих точек». Вот они. Интеллект, тело или здоровье, эмоции, карьера, финансы, отношения и, наконец, развлечения. Мы позволили себе чуть усовершенствовать список, объединив эмоции и развлечения и добавив самореализацию, ну или, если хотите, хобби. Все имеющиеся у нас задачи, проекты и обязательства мы можем распределить между этими вышеназванными категориями. Это семь областей, в которые мы ежедневно инвестируем время, внимание и энергию. Вы можете назвать свои горячие точки так, как хотите, но главное, чтобы был исчерпывающий список областей жизни, которые являются для вас приоритетными. Конечно, само составление списка горячих точек не способно обеспечить результат. Но когда вы развернете каждый пункт подробнее, ваш список оживет. Например, пункт «Интеллект» может включать следующее. Обучение, чтение, концентрация внимания на текущем моменте, просмотр аналитических видео, гимнастика направлена на упрощение памяти и внимания. Основная идея метода заключается в том, чтобы раз в неделю просматривать список горячих точек и анализировать потраченное время на каждую из них в течение предыдущей недели, а также поразмышлять о том, на чем следует сфокусироваться на следующей. Возможно, вам потребуется время, чтобы собрать воедино все свои обязательства и обязанности по каждой горячей точке. Ни недели, а то и месяцы. Но сделав это, ваша жизнь окажется перед вами, как на ладони. Так, отметка поход к врачу, относящаяся к горячей точке здоровья, напомнит вам о том, что давно не проходили медосмотр и пора бы записаться на прием. Слово «время с женой» в категории отношения, а также «премьера Мстителей 4. Финал» в категории эмоций и развлечения напомнит вам, что неплохо бы сделать семейную вылазку в кинотеатр в эти выходные. Еженедельно собирая задачи, которые в противном случае могли выпасть из поля зрения, и ставя их в план на ближайшую неделю, вы достигнете успеха. Следует анализировать, что удалось сделать на прошлой неделе, тем самым задавая себе направление на неделю предстоящую. Вот вопросы, которые помогут в вашем анализе и планировании. Чему нужно уделить больше времени? На что я потратил больше всего времени на прошлой неделе? Какие проблемы у меня есть в каждой из этих областей? Учитываю ли я свои обязательства? Почему у меня получилось или не получилось что-то на прошлой неделе? Подобные размышления помогают корректировать действия на еженедельной основе и сохранять приверженность ценностям и целям. При этом много времени на это вовсе и не требуется. Крис Бэйл вообще считает, что наиболее продуктивные люди также проводят определенное время в размышлениях о том, какие из этих горячих точек в их жизни в данный момент являются наиболее важными. А также, не нужно ли в краткосрочной перспективе сосредоточиться на одной из них больше, чем на всех остальных? Например, в начале взрослой жизни может потребоваться временно уделять больше времени карьере, чтобы обеспечить продвижение по службе и обрести ресурсы, которые можно будет в дальнейшем направить на другие дела. Есть еще одно преимущество, которое дает ведение списка горячих точек. Если с одной из них все очень плохо, то это не утопит весь ваш портфель. Например, если вы вдруг потеряли работу, то сильные позиции по остальным горячим точкам в отношениях ли, финансах или эмоциональной сфере помогут вам продержаться до тех пор, пока вы не найдете новую работу. Не волнуйтесь, если что-то не будет получаться. Мало кому из нас удается во всех без исключения случаях действовать в соответствии со своими целями и планами. Но наиболее продуктивные люди в конечном итоге всегда находятся в согласии со своей системой ценностей. Для этого они регулярно и последовательно вносят корректировки и улучшения в свои действия. Неделя за неделей. Даже если время от времени возникают кризисы, а маловажные дела отнимают время и внимание, внесение на еженедельной основе соответствующих корректировок в действия позволяет в долгосрочной перспективе сохранить приверженность своим истинным ценностям. Если вам понравился ролик, то не забудьте поделиться этим видео с теми, кто вам дорог, и подписаться на наш канал. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok